Сегодня недельная глава, она как по традиции мы заменяем определенным рассказом о Песах, потому что такая традиция. Чем эта ночь отличается от остальных ночей? Более 3321 год этот вопрос будоражит еврейские сердца, еврейские ума, и не только евреев, но и неевреев в этом мире. Ночь, которая изменила историю одного отдельно взятого народа, и вместе с ними историю всего человечества. И что же произошло в эту ночь? Может в эту ночь произошла великая битва, знаете, такое эпическое сражение, которое, когда две армии столкнулись между собой? Да вроде бы нет. Что мы видим? Мы видим странную картину, не войны в доспехах, а обыкновенные люди за поздним ужином. Может быть еда была какая-то уникальная, которая никогда в жизни не была? Да вроде бы нет. Смотрим, горькие травы, ягненок запеченный, какие-то лепешки пресные. И еще одна странность. Косяки этих домов, они помазаны кровью. Странная трапеза. Итак, исход 12 глава с 3 стиха. Скажите всему обществу сынов Израилевых, в десятый день сего месяца пусть возьмут в себе каждый одного агнца по семействам, по агнцу на семейство. А если из семейства так мало, что не съест агнца, то пусть возьмут соседом своим, ближайшим к дому своему, по числу душ, по той мере, сколько каждый съест. Агнец же у вас должен быть виспорока, мужского пола, однолетний. Возьмите его от овец или от коз, и пусть он хранится у вас до 14 дня сего месяца. Тогда пусть заколет его все собрания общества израильского вечера, и пусть возьмут от крови его и помажут на обоих косяках и на перекладине дверей в домах, где будут есть его. Пусть едят мясо его всю самую ночь, испеченное на огне, с пресным хлебом и с горькими травами пусть едят его. И смотрите, что дальше. Ешьте же его так, пусть будут чресла ваши припоясаны, обувь ваши на ногах ваших и посох ваших, в руках ваших. И ешьте его с поспешностью. Это Пасха Господня. А я всю самую ночь пройду по земле египетской и поражу всякого первенца в земле египетской. От человека до скота и над всеми богами египетскими произведу суд. Я Господь. И будет у вас кровь знамением на домах, где вы находитесь. И увижу кровь и пройду мимо вас, и не будет между вами язвы губительной, когда буду поражать землю египетскую. И да будет вам сей день памятен. И очень важный момент. И празднуйте вон и праздник Господу во все роды ваши, как установление вечное. Празднуйте его. Мы всегда поем, Господь, приди ко мне, войди в мой дом. Но знаете, иногда лучше, когда Господь делает песок и проходит мимо для здоровья полезней. Потому что на тех косяках, где не было крови, умирал первенец. Потому что только послушание Израиля, оно сохранило народ. Сохранило первенцев. Что такое первенцы? Это наследие, это начатки. И давайте мы посмотрим. Если мы откроем Тору. Ну, в основном считается, что Тора была дана на горе Синай. Помните, да, 10 заповедей. Но если мы откроем Тору и мы будем внимательно читать, мы увидим, что первые заповеди были даны еще в Египте. И самая первая, одна из первых заповедей, это была заповедь о Песах. Заповедь о Песах. Чем эта ночь отличается от других ночей? Потому что Господь именно тогда сказал, возьмите ягненка, да, помажьте косяки кровью. Тогда Он сказал, вкушайте его, помните, пусть это будет постановление. И это есть то, что мы говорим. Это то, что отличает эту ночь от других ночей. И смотрите, очень интересный момент, что в 23 главе книги Левит, да, уже возле самой горы Синай, мы видим, что этот однодневный праздник, Песах, он как бы растягивается во времени. Мы видим, что первый день это Песах, потом мы видим день 7 дней опресноков, да, и мы видим на третий день, на второй день Песаха что? Мы видим, когда поднимают сноп и потрясают его перед Господом. Праздник первого, вот его потрясение первого снопа. И понятно, что мы видим, конечно, такую перспективу во времени. Мы видим что? Мы видим Ешуа, который был заклан Агнцем. Мы видим, что он умер, и на третий день он воскрес. Это тот сноп первенец из мертвых, который был потрясен. Но сегодня в ортодоксальном еврейском мире празднует почему-то не 8 дней, потому что мы посчитаем еще раз Песах первый день, 7 дней опресноков сколько? 8. Сегодня празднуют 7. И возникает вопрос, почему так произошло? Я понимаю, что ответ буду давать я. Ответ очень простой. Ответ заключается в том, что нету храма, и нету жертвы. И поэтому Песах, он как бы автоматически переносится на первый день опресноков. И опресники, они заменили как бы такой своим образом пасхальную жертву. Но мы читаем, кровь на косяках дверей. Очень важно, очень важно. И, к сожалению, что аллюзия даже к курицу, которую ложат на седерную тарелку, многие ортодоксальные евреи не едят. Но мы знаем, что Ишуа, он стал этой жертвой. Он стал этим агнцем. И еще одно местописание, которое поможет нам увидеть какие-то суть этого праздника. Второзаконие, 6 глава, 20 стиха. Если спросит у тебя сын твой, в последующее время говоря, что значат все уставы, постановления и законы, которые заповедал вам Господь, Бог ваш, то скажи сыну твоему, рабами мы были у фараона в Египте. Но Господь Бог вывел нас из Египта крепкую рукой и мышцей высокой. И явил Господь Бог знамения и чудеса великие, казни над Египтом, над фараоном и над всем домом его, и над войском его перед глазами нашими. А нас вывел оттуда Господь наш, чтобы вести нас и дать нам землю, которую Господь Бог наш клялся отцам нашим дать нам. И заповедал нам Господь исполнять все постановления сии, чтобы мы боялись Господа Бога нашего, дабы хорошо было нам во все дни, чтобы сохранить нашу жизнь, как и теперь. И всем будет наша праведность, если мы будем стараться исполнять все заповеди закона перед лицем Господа, Бога нашего, как Он заповедал нам. преемственность поколений. Храни, помни, передай дальше. Вы обратите внимание, вы слышали, какой-то народ говорит, рабами мы были. Греки, мы мудрые, римляне кто? Мы такие цивилизованные, а евреи каждый год должны помнить, рабами мы были. Мы были рабами. Но Господь рукой крепкой вывел нас из Египта. Понимаете? Бог, кто такие рабы? Это бесправные люди. Они не могли сами ничего сделать. И вы помните все, что произошло. Они кричали к Богу. Они говорили, Бог, мы устали, так тяжело. Приди, помоги, освободи нас. И Бог пришел. И Бог освободил. И каждый раз мы должны помнить об этом, чтобы в будущем никто из нас не сказал. Помните, Иоанна 8, глава 33 стих. Ему отвечали, мы семья Авраама и не были рабами никому и никогда. Помните этот момент. Мы такие хорошие, а Господь говорит, нет, рабами вы были. И каждый из нас должен помнить, откуда вывел нас Господь. Это Песох не просто праздник пройти мимо, это праздник напоминания, праздник памяти. Мы вспоминаем, что сделал Бог в жизни каждого из нас. Мы вспоминаем ту цену, которую Он заплатил, чтобы сегодня мы не были рабами. Он дал нам свободу. И свобода это не просто делаю, что хочу. Свобода это ответственность. Свобода это ответственность и совершать Его волю. Смотрите, это парадоксально. Бог выводит из рабства народ, освобождает их от фараона. Правильно? Теперь они свободны, но при этом они зависят от Бога. И знаете, именно эта свобода дарует, именно эта свобода дарует настоящую свободу. Эта свобода, настоящая свобода, потому что в Его свете мы видим свет, потому что в Нем мы находим себя такими, какими Он нас создал. И Песох напоминает нам об этом. Это не просто стол с едой, потому что действительно, чем отличается эта ночь от других ночей? Это время нашего исхода, из наших каких-то проблем, из нашей жизни, в которой мы погрязли, чтобы войти туда, куда Бог хочет нас вести. Все очень просто и все очень тяжело. И каждый год нам необходимо помнить об этом. Постановление вечное в Господе. Вот вечное. Не просто там один раз делал, а потом забыл. Поэтому каждый раз, когда мы выходим сюда и мы комментируем Тору, каждый раз, когда мы говорим Слово Божье, это для того, чтобы мы помнили. Помнили, хранили и передавали дальше. Это праздник, когда мы воспитываем наших детей, учим их тому, чему мы могли научиться сами. Чему мы учимся и постоянно вспоминаем сами. Это Песох. Он прошел мимо, но проходя мимо, он зашел к нам. Проходя мимо, он был рядом с нами. Проходя мимо, он остался с нами. И я хочу закончить из книги Брит Хадаша, 1 Коринфянам, 5 глава, 6 стиха. Рэбе Шауль, которого мы знаем как апостол Павел, но он всегда был Шаулем, чтобы вы не забыли. Он говорил так, нечем вам хвалиться. Разве вы не знаете, что малая закваска квасит все тесто? Итак, очистите старую закваску, чтобы быть вам новым тестом, так как вы бесквасны. Ибо Песох наш, Машия, закладан за нас. Заклан за нас. Еще раз я повторю, Пасха наша, Христос, заклан за нас. Посему станем праздновать не со старой закваскою, не закваскою порока и укавства, но с мацой чистоты и истины. Хак, Самеек, Песох, Шаббат, Шалом. И пусть в ваших домах будет настоящий Песох, настоящий Песох, и ваши косяки, ваши сердец, они будут помазаны кровью Агнца, которая свидетельствует лучше, чем любое свидетельство. Амин. Исраэль, Адонна, Хелло, Хелло, Адонна, Хеа.